Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие и уважаемые подписчики! Яйца начала выкладывать. Я купила и поставила в пленке. Думаю, пусть я начну видео с этого. Нет, Сашуня уже с лотка выложила яйца. Осталось, вовремя зашла. Засталось буквально чуть-чуть яиц. И сегодня рецепт с яиц? Нет. Сегодня не яйца. Я убираю эти яйца. Сегодня мне понадобятся вот эти вот лотки. Видите, я в магазине без проблем еще взяла три лотка. То есть я вот так сделаю, наверное, по два. А может, ну посмотрю. Сейчас я убираю яйца. И мы с вами начнем интересную работу. Мы с вами будем работать. А что делать? Ну вы уже по названию, вы уже поняли, что сегодня мы с вами будем агрономами. Ой, извините, я вас шатанула. Мы сегодня будем с вами выращивать лук в ячейках. Лук. Вы видели, 50 гривен стоит не килограмм, а там какой-то сверточек. Я не знаю даже сколько там сверточек зеленого лука. А чего мы не можем? У нас лук, если вы, например, закупали на зиму или даже вот в магазине покупаете. Я выбрала маленького, маленький лук. И вот его я буду использовать для посадки. Так, вот я немножечко так сделала. Смотрите, чтобы здесь вот так стал лоток. Все. Я думаю, что два раза вот так. Ну вот здесь что-то слабовато. Сейчас еще раз мотану. Два раза. Это чтобы не протекало. Все. Одна основа готова. И сейчас сделаю. В прошлом году или позапрошлом я делала пяти литровки. У нас очень много было опилков. У нас называется это тырса. В этом году тоже было много тырсы, но мы ее всю как-то перекопали, срасходовали. Саша мне взял, включил пилочку и напилил. Буквально два стакана этой тырсы нам достаточно. Вот я сейчас. Но сегодня я хочу сделать эксперимент. Тырсу и песок. Все у нас есть. Даже можно ничего не использовать. Не тырсу, не песок, а просто увлажнять ячейку. И все будет хорошо. Так, вот пока я с вами немножечко поговорила. Уже наши основы готовы. Вот так вот. Закрываем. И вставляем вот эти ячейки. Вот так. Вот так. Хорошенечко. Делаем, чтобы вот так. Видите, тут такие дыры. Оно дается. Вот так. И вторую точно так же. Это можно ставить в эту на окно. Это можно ставить под стол. Куда хотите. Вот так. Все. Беру тырсу. Саша мне напилил. Он говорит, тебе нужна сосновая или фруктовая. Я говорю, мне абсолютно... Ой, даже много. Я говорю, мне абсолютно все равно, какую ты мне сделаешь, такая и будет. Вот я выкладываю сейчас эти опилки. И возьму сейчас такой. У меня есть... Я сама уже сделала. Была раньше химия. Там я ее вымыла хорошо. Балун. И теперь у меня там пульверизатор для воды. Ну, видите, очень много даже Саша сделал. Значит, побольше насыпем. Пока мы заготавливаем, подготавливаем, вернее, грунт для будущего нашего урожая. Ну, с песком, знаете, с песком немножечко может быть грязи больше. А с этим ничего. Так. Сейчас я пульверизатором увлажню. Интересное дело все-таки... Давайте в качестве эксперимента. У меня хватает опилок и для второго лотка. Давайте в качестве эксперимента наполним второй лоток просто песком. Просто песком. Давайте. Просто вот интересно. Как же будет лучше, чтобы дальше знать. Так. Все. Я насыпала песок. И сейчас вот увлажняю. Хорошо, хорошо. Вот так мы этим и прибьем, чтобы у нас эти опилки по кухне не рассыпались. Если вы видите, что у вас опилки очень сухие, наберите вот так водички и хорошенечко пролейте. Первая посадка, вот именно первый полив, должны быть очень-очень обильными. Вот так. Не бойтесь ничего. И песок точно так же проливаю, чтобы все было влажное. Так. Закончила это все. Я так подвину, чтобы вы видели. Это у нас опилки, а это у нас песок. Вот. Пока эта водичка впитывается, я беру лук. Я купила вот немножко лука. Обзор в магазине цен. И там был этот лук. Я вам скажу, что вы можете срезать верхушку. Можете не срезать. Вот тут, где идет паман, значит мы уже не срезаем. И вот так вот я, где сильно сухое, я вот так подрежу. И выставляю этот лучок, чуть прокручивая. У меня есть еще на чердаке в сетке лук, поэтому хватит. Вот так. Не сильно низко. Вот так вот. Все. Вставляю. Я считаю, что сразу вот брать лук. Не надо обрезать. Потом еще раз. Вот видите, уже зелененький. Значит я его так просто вставляю сюда. Это подрезаю. И через 2-3 недели у нас здесь будет просто буять зелень лука. Вот я в эту ячейку, я 30 штук брала. Ну не знаю, я тут 2 луковицы украла. Мне надо было на приготовление блюда. Ну по сортам посмотрим. Если не хватит, я добавлю. Сейчас на чердак быстренько смотаюсь. Выберу сетки, где поменьше лук. Вот в магазине я и весной покупаю на посадку, чтобы на зелень. Вот такой маленький лук, небольшой. Конечно, лучше было бы, если бы еще меньше был. Но нет. Так, вот у меня не хватило. Сейчас я полезу. Вот видите, как это все выглядит. Вот так вот придавливаем. Чтобы только не порвать ячейки, потому что мы будем поливать. Все. Ну что, вот опилки, вот песок. Еще раз немножечко прям вот так сверху прибрызгаю лучок. Этот у меня, конечно, побольше, поэтому я срезала больше, потому что сильно много сухого. И вот так вот именно постарайтесь, чтобы эта влага наверх лука попала. Вот эти хвостики, откуда будет расти. Вот так. И все. И оставляем. Смотрите, чтобы все время было влажненько здесь. Если вы даже эти ячейки водой просто замачиваете, то смотрите, чтобы там было влажно. То есть каждое утро надо будет вот так вот этот лук поливать. Все. И оставляем. Я, конечно, сейчас это видео все вам покажу, потому что, чтобы вы не тратили время. И посмотрим, у кого быстрее и сколько. Вот сегодня у нас какое? 11 число. Да, вот посмотрим. Через сколько у нас тут пойдут уже пауны растения. Но я вам скажу, что может через неделю, может через три дня. Это все зависит от влажности и от сорта лука. Но нам здесь сортность не нужна. Нам нужна зелень. Все, мои хорошие. Вот видите, как я залила прямо хорошенечко. И у меня два дня я могу забыть за этот лук. Ну, а что будет происходить, я вам, конечно же, покажу. Я считаю, что это не сильно тяжело, но это интересно. Даже, вы знаете, с детьми это сделать и наблюдать. Это полезное видео. И потом, что вырастет, вот дети ждут. Потом этот лук вы берете, добавляете куда-то в еду. Это действительно вот как-то сближает родителей с детьми. И главное, что познавательное видео. Все, мои хорошие, сделайте, если захотите. До свидания. До новых встреч. Не до свидания. Вот смотрите, я подвинула цветы в угол. И на подоконник у вас, как обычно, кто живет в квартире, какие-то шторы. За штору задвинули, чтобы не видно было. И пусть лук стоит. Со светом быстрее пойдет расти. Когда уже начнет вылазить зеленый. Но я вам это буду снимать, вот знаете, как говорится, частями. Потом склею, что же произошло или через сколько. Но все равно будем крутить. Так что вот такой вот лучок, пожалуйста, садите и пусть у вас все получается.